Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, хотелось бы поблагодарить за возможность участвовать здесь. Я представляю клинику Башкирского государства медицинского университета и тема моего сегодняшнего сообщения о том, что фишин биопсии только системные. Хотелось бы вот кратко просто эпидеологию, что в республике Башкортостан, где она в принципе находится, и что летальность даже чуть выше, чем в целом средняя по России. И, естественно, совсем известный гайдлайн, хотелось бы начать, и вот несмотря на то, что есть уровень рекомендации сильный или слабый, упоминаний о системной биопсии таргетной все-таки здесь больше, и этим как бы уже мне легче начать выступление. Однако, хотелось бы начать, откуда эти рекомендации были основаны. И основная наработа это 14-го года коллектива авторов, которая показала, что все-таки ни один из метров не дает четкой тенденции в пользу или против биопсии, ориентированной на изображение. И самое важное, что было с заключением в этой работе, что целевые биопсии не могут заменить системную биопсию в диагностике ракопредстательной железы. И только иногда оказывалось существенное увеличение частоты выявления по сравнению системной терапии, по сравнению с комбинированной. Следующая работа также очень интересная, на которой основывается в первом и во втором случае как бы они дублируются. И таким образом было обнаружено, что в системной биопсии добавляют небольшую диагностическую ценность. И вот самое интересное здесь это вот эта картинка, которая показывает о том, что была проведена системная биопсия и вот таргетная, которая по сути дублирует функцию этой системы. Следующая, значит, это также один из современных обзоров коллектива авторов о том, что не было, по его результатам не было различия между системной биопсией и целевой при выявлении рак предстоятельной желези по шкале АСАП больше двух, стадии больше двух. И таким образом проведение мультиформетрической МРТ перед биопсией у первичных пациентов может значительно улучшить результаты. Следующий коллектив авторов из Франции 2016 года показал нам, что увеличение частоты обнаружения рака на 10% было добавление целевой. И здесь упомянул, было сказано, что 12 точек системной плюс целевая биопсия это оптимальная диаграмма. И показатели надо отменить, что были 95-97%. в 17-м году специально я привел эту статью авторы из Китая, все китайские исследования с сумасшедшими выборками, и здесь целевая биопсия показала лучшую частоту выявления, но однако, что системная позволила у пациентов с глиссоном меньше 7 баллов выявить больше этих пациентов. И вот хотелось бы представить как бы наш опыт, то есть непосредственно вот мы задались целью, как бы насколько это нужно, кому нужно, и это было 46 пациентов, средний возраст, ПСА, вы все видите, стандартная схема, как это проводилось, схематически на МРТ. Результаты были следующие, что 54 процента выявления в принципе рака, из них 22 процента это 82 человека 88 процента в очаге, 3 вне очага. И важно, вот хотелось бы отмечить, что у пациента с подтвержденным вне очага раком предстоятельной железы вне очага у нас глиссом был 7 баллов, и у пациента с подтвержденным раком предстоятельной железы вне очага пайратс был 3. При этом стадии были следующие по результатам. Соответственно, вот такой вывод. Но я бы хотел вспомнить, наверное, Александр Константинович свое время, очень хорошее замечание, точнее, комментарий сделал к моему докладу, правда, он касался роботической цистоктомии тогда. И мне очень он понравился, я бы хотел его экстраполировать на вот эту сегодняшнюю тему и о том, о чем мы, в принципе, говорим. естественно, что вообще, в принципе, фьюжен-биопсия, она имеет право на существование. В каком аспекте это будет системное, таргетное или комбинированное, это, как бы, наверное, очень много факторов. Допустим, мое личное мнение сложилось в том, что если очень важна кривая обучения, если мы начинаем и кривая обучения, так скажем, в самом начале, то, конечно, я лучше сделаю системную терапию, скомбинирую ее с таргетной биопсией, получу результаты, которые будут меня удовлетворять. В последующем я могу перейти на систему и, конечно, если я был бы экспертом уровня, как Искандер Ильфакович, конечно, я могу себе позволить таргетную биопсию. Это как бы понятно. Однако, по многим исследованиям кривая обучения при фьюжен-биопсии, вот как я видел, это порядка 80 случаев. Есть ли у нас столько вариантов как бы на раздумье и, может быть, это поэтапно как-то надо внедрять. Еще один аспект, какую модель пациентов мы будем использовать для того или другого случая. У нас на базе клиники медниверситета совместно с Обнинском есть протоколы таргетной брахитерапии. И вот таким пациентам, допустим, я всегда выполняю комбинированную биопсию, причем количество таргетных очагов я стараюсь брать больше, потому что мне принципиально важно, где этот очаг будет заканчиваться, и чтобы в последующем комфортно выполнять эту терапию. Потому что все-таки мы должны говорить не о том, как эту биопсию проводить, а в принципе кому ее проводить. Первое, доверяем ли мы МРТ-специалистам? И может быть мы можем проводить больше МРТ первичных для пациентов, снижая уровень биопсии, которые в принципе не надо делать, и по-другому отнестись к трансректальному ультразвуку в принципе. И конечно же второе важное, это следующий этап внедрения каких-то таргетных технологий, которые могут быть осуществлены только на основании какой-то хорошей подготовленной биопсии. А также хотелось бы упомянуть, что все-таки несмотря на то, что системная биопсия она как бы также с 12 точек, и вот то исследование, которое я показывал, оно в любом случае анатомия простательной железы, ту модель, которую мы планируем для пациента, позволяет нам как бы выполнить тот или иной маневр для того, чтобы взять именно этот регион интереса в качестве системы. Спасибо за внимание. субтитры и субтитры